6 марта в бассейне «Эволюция» в Евпатории в Крыму проходит первенство России по подводному спорту. В дисциплине «Акватлон», то есть борьба под водой, в финале встречаются две нижегородки – Полина Шлечкова и Полина Денисова. После практически равного боя у Денисовой золотая медаль, у Шлечковой – серебряная. Спортсменки тренируются в Володарском фоке. Под руководством Марины Пугачевой 10 лет назад там открыли секцию подводного спорта. А именно плавание в ластах, дайвинг и такой необычный акватлон. Спорт молодой был создан в 80-е годы прошлого века Игорем Островским, тренером технологического университета. Островский всегда был увлечен подводным спортом и параллельно проводил занятия по карате. Когда в Советском Союзе в начале 80-х годов 20-го века начались гонения на каратистов, многие секции школы карате стали подпольными. И я со своими учениками ушел, в прямом смысле этого слова, под воду, обучая их приемам карате на дне 12-метровой башни. Так называли глубоководный бассейн Московского технического университета. Сегодня в спортивном акватлоне используют ринг 5 на 5 метров, глубиной от 2 до 6 метров. На дне по краям ринга расположены ворота. Два кольца диаметром метр. Через них акватлонист должен проплыть за 6 секунд. На спортсменах, кроме купальных костюмов, маски и ласты. На ногах – ленточки. Задача – сорвать ленточку с голеностопа соперника и поднять ее на поверхность. Борются три раунда по 30 секунд. Побеждает тот, кто наберет определенное количество очков. Рост может сыграть роль, потому что ты можешь быстрее дотянуться, запросто это все делать. Но, как я уже заметила, что девочки, которые маленькие, они очень юркие, и за ними не успеваешь углядеть, куда они как сделают. И поэтому, наверное, ловкость и хитрость – самое главное. Исход поединка всегда непредсказуем. Тактика и профессионализм – это еще не все. Важно поймать мимолетную улыбку спортивной удачи. Как по мне, это очень зрелищный вид спорта, потому что он совмещает в себе как плавание, так и борьбу. Конечно бы хотелось, чтобы больше людей знало об этом виде спорта, чтобы они пробовали себя в этом. Может, у них что-нибудь получится в дальнейшем. Добиться успеха проще под руководством сильного тренера. Марина Пугачева воспитала несколько поколений чемпионов. Улыбчивая, но временами строгая. Она, кажется, видит движение каждого в бассейне. Вот. И занырвается. Пошли вниз. С ней иногда можно, допустим, как чуть ли не с товарищем пообщаться, а иногда вот она включает строгого тренера, когда нужно что-то делать. С ней очень нравится работать. И пока вроде все получается. У Вячеслава Костылева кандидата в сборную России по подводному спорту получаются многое. Его основные дисциплины – плавание в ластах и спортивный дайвинг. В чаше этого бассейна вообще много чемпионов. Когда вот начали здесь работать, начали постепенно изучать технику захватов, технику дыхания. Изучали приемы, ездили на первые соревнования, на которых мы еще, в принципе, пока никаких мест не завоевывали. Но с опытом пришло очень много. Выходить на ринг против призерок первенства России было бы как-то смешно. А вот возможность потренироваться с девчонками мы выпускать не будем. Все начинается с дыхания. Когда вдох-выдох настроен, переходит к плаванию, погружениям и ныркам. Затем закручиваются, как винтики, воображаемые подводные гайки. Упражнение заставляет почувствовать все группы мышц. Ласты придают скорости, но осложняют кубырки под водой. После нескольких попыток слышу от тренера «молодец». Переходим к ныркам через кольцо. Чем глубже бассейн, тем сложнее. Этот спорт захватывает. А какой азарт разгорается, когда смотришь на змеиный танец в воде. Но это уже на следующей тренировке. Узнали, как живут девчонки-амфибии? Полина Денисова, Полина Шелучкова, Александра Шеломцева, а за кадром Михаил Городников. Время мастер.